В Украине и размышлял, знаете, в сердце с моим, ну при чем тут я? Вот сироты, это сироты. К тому времени я знал, что Бог, отец сирот, и думал, что ну вот отец, значит, он и занимается сиротами, а я здесь при чем? Я музыкант, благовестник, масса служений. Вы знаете, когда я приехал на этот проект в 2011 году, и меня окружили сироты, Бог привел на память мне эпизоды с моей жизни. Я вспомнил, как мама меня привезла в интернат, я вспомнил, как мама рассказывала о своей жизни, когда она родилась после продолжительных родов, умерла ее земная мама, моя бабушка, она ее не видела. Ее отец работал тогда в Калининграде на торговом судне, он не успел на похороны своей возлюбленной, он приехал позже, ему дали в руки мою маму, двухмесячного примерно ребенка, он посмотрел и сказал, она мне не нужна, отдайте ее в дом малютки. Развернулся, уехал, создал вторую семью там в Калининграде. Из рассказов мамы я узнал, что он там родил еще двух дочерей, старшую почему-то назвал именем моей же мамы. Думаю, что может быть что-то там такое родное, что такое все-таки там живое было в его сердце. Когда мне было 4 года, мама нашла своего отца, своего моего деда, он приехал к нам, она хотела показать и посмотреть ему, я думаю, в глаза, она состоявшимся была человеком, мы всегда жили в достатке, я никогда не помню, чтобы мы ютились в какой-то квартире, потому что отец всегда занимал высокие посты по партийной линии. Я родился уже в трехкомнатной квартире, когда люди жили в коммуналках, кто постарше, вы помните. И вот приехал дед, он побыл у нас 2 недели, уехал, я больше его никогда не видел в жизни своей. А мама после этого, глядя на меня, часто повторяла, сынок, ты так похож на дедушку, ты так похож на дедушку. Вы знаете, я не хочу быть похожим на того, кто оставил самое драгоценное, своего собственного ребенка. Я хочу быть похожим на того, кто, уходя в небо, сказал, не оставлю вас сиротами, пошлю Духа Утешителя. И сегодня, водимые Духом Святым, мы пришли в дом его, чтобы насытиться Словом Божьим, чтобы выйти за пределы этих стен, где нам комфортно, хорошо, но вот там война. Чтобы там противостоять этому греху, чтобы там проявлять милость, милосердие и любовь. Когда я приехал и стали окружать меня сироты, когда я немножко вспомнил свою собственную жизнь, когда я вспомнил то клеймо, которое я носил за своей спиной 11 лет, вон интернатовский пошел. Когда я стал смотреть на этих ребят, которые окружают сегодня то служение, которое дал Бог, 11-летний сирота, который узнал о моем служении, о моей жизни, о том, что я был интернатовский, они стали немножко открываться, потому что они как волчата, они не впускают в свое сердце и в свою жизнь взрослых людей, потому что самые драгоценные, самые дорогие люди их когда-то предали и выкинули своего сердца и своей собственной жизни. Поэтому они и сегодня, как волчата, даже попадая в хорошую христианскую семью, они долгое время, несколько лет, не верят в то, что они там останутся и живут вот так вот в замкнутом своем пространстве, думая, что их снова выброс. 11-летний сирота, тогда в 2011 году, мне посмотрел в глаза и сказал такие слова, которые перевернули мою жизнь и то служение, которое и до этого у меня было. Он посмотрел и произнес, вы, христиане, лгуны и обманщики. Я посмотрел ему в глаза и спросил, Серега, скажи почему, и вот что я услышал. Он сказал, вы приезжайте к нам на Пасху, вы привозите нам американские подарки, вы дарите нам их, вы рассказываете, как вы нас любите, как любит нас Бог. Вы уезжаете, и вас полгода нет. Через полгода вы приезжаете к нам на Рождество, вы приносите нам немецкие подарки, вы снова нам рассказываете, как любит нас Бог, как любите вы, и вас снова полгода нет. Вы лгуны и обманщики. Знаете, что я вспомнил? Я вспомнил свою жизнь в его 11 лет, когда там я жил в Москве, и мне мама присылала посылку в 11 лет. Я открывал эту посылку, ко мне прибегали все друзья, все сразу становились друзьями, потому что у меня что-то было, такой принцип интерната. Мы съедали все это за 5 минут, потом они убегали, я им не нужен был уже. А я брал крышечку от этой посылки, уходил в самый темный угол интерната, потому что нас учили, что мужчины не плачут. И нельзя было слабость показать в интернате, потому что свои затопчут потом, если ты немножко покажешь слабость свою. И я, глядя там на эту крышечку в уголке, в темном, смотрел на нее и плакал. Знаете почему? Потому что там, на этой крышечке, маминой рукой, было написано мое имя. Вы знаете, им сегодня не нужны подарки, им нужны сегодня мы. И сегодня это трагедия украинского народа. Сегодня на Украине 104 тысячи, это официальная цифра. До войны была цифра уменьшалась. Все, что мы могли делать, 96 тысячи, это была самая маленькая цифра. Но знаете, что ужасно? Что 104 тысячи, без учета Донбасса, по которому нет сегодня статистики, не могут собрать. Без учета Луганской области и без учета Крыма. И когда я был в Запорожье недавно, начальник социальной службы, женщина, сказала мне страшную цифру. Она сказала, что только в Запорожскую область, только из Луганской области привезли еще 6 тысяч сирот, которых невозможно забрать. Знаете почему? Невозможно ни усыновить, ни взять под опеку документов нет. Меня удивило, я стал смотреть, вникать в Слово Божие и посмотрел. Вы знаете, что я увидел? У мусульман нет сирот. У мусульман нет интернатов. У мусульман нет приютов. У мусульман считается стыдно, если в твоем роде Магомета какого-то есть сирота. 12 колен мусульманских выстраиваются за сиротой, чтобы доказать и забрать его из социальной службы. В Израиле, кто исповедует иудаизм, нет сирот и нет приютов. На Украине 104 тысячи. В маленькой Молдове, может быть кто-то из Молдовы, 108 тысяч. 36 тысяч в Белоруссии. 39 тысяч в Казахстане, в мусульманской стране, славянских брошенных детей. И в России 700 тысяч. Миллион. Что будет с этим миллионом? 96% из них выйдут и им не дадут жилье. Поэтому 70% из них сразу из интерната пойдут в тюрьму. 70% девочек выйдут на дороги окружные торговать своим собственным телом. 60% из них родят детей и оставят их в домах малютки. 30% из них не доживут до 25 лет, закончат жить самоубийством. 90% сидящих на пожизненном заключении в тюрьмах, это дети, прошествующие через интернат. Я недавно был в Харькове. На том месте, где когда-то, кто постарше, вы помните такую фамилию, Макаренко. Где Макаренко когда-то собирал беспризорников, после революционного времени, и учил этих мальчишек правильно жить, чтобы они не попали в тюрьму. Знаете парадокс в чем? Что на том самом месте, где Макаренко собирал этих ребят, чтобы они не попали в тюрьму, тюрьма. Где сидят малолетние. И когда я там был, я попросил, чтобы они подняли руку, кто пришел через интернат. 100 человек подняли руку из этих ребят. И знаете, что я им пообещал? Что там на свободе. Я буду делать все, как христианин. Чтобы никто больше из них не попал сюда. 750 интернатов на Украине, в которых находится 117 тысяч детей. 255 тысяч готовы туда попасть. Социальные службы стараются не давать, не лишать родительских прав людей. Что говорит Бог? Я посмотрел некоторые повеления, хочу с вами просто поделиться. Первое повеление, которое дает Бог. Второзаконие, 29 глава. И пусть придет левит, ибо нему нет части и удела с тобою. И пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих. Пусть едят и насыщаются, чтобы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Мы нигде не найдем слово приют. Нигде не найдем слово интернат. Но мы везде находим в Слове Божьем повеление, чтобы сирота, вдова, чтобы они были в доме твоем и моем. Я понимаю, что седовласые старцы ни на Украине, ни здесь не возьмут детей. Но каждый из нас может поучаствовать в жизни сироты. Кто-то добрым словом. И поверьте, им очень нужно оно. Кто-то молитвой. И молитва когда-то переворачивала из страны и мою жизнь, и вашу жизнь перевернула чья-то молитва. Может мамы, может быть отца. И Бог говорит, что если сирота или вдова, вот эти категории людей, которые всегда идут рядом, будут в доме твоем, я со своей стороны, Бог говорит, благословлю все дела рук твоих, которые ты будешь делать. Я думаю, каждый из нас желает жить благословенно на этой земле. Так вот, может быть здесь рецепт этого благословения. Второе повеление, которое дает Бог, написано, исход, 22 глава, 22 стих. Ни вдову, ни сироту не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они вас запьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнея мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Бог говорит, чтобы мы не притесняли ни сироту, ни вдову. Но вы знаете, я себе так размышлял когда-то в своем собственном сердце и думал, Господи, если я не обращаю внимания на них, если я не помогаю им, я притесняю их. Да, конечно же, да, если быть честным перед Богом. Бог желает, чтобы мы не притесняли их. Вы знаете, на Волыне мои одни друзья, наши христиане, одна семья взяли маленькую девочку, вернее им позвонили, до этого они взяли несколько детей уже, была хорошая такая христианская семья. Им позвонили и сказали, вы знаете, есть девочка, ее отдали, мамы и папы нет, она круглая сирота, ей 9 месяцев, ну просто ангел. Мы не хотим отдать какие-то чужие руки, у вас хорошая семья, христианская семья, возьмите, пожалуйста. Ну, хорошая очень девочка. Они приехали, посмотрели, она у нас есть на видео, такая кореглазая, такие как пуговички, знаете, и мы снимали, когда она прямо в камеру лезла, ей так было интересно, этой девочке она еще не ходила, ползала. Вы знаете, ну она стала расти, 2-3 годика она не разговаривает. Забеспокоились родители, привезли ее, обследовали и знаете, что обнаружили? У нее лопнутые перепонки. Ее отец так избивал ее маму, когда она еще в утробе была. Он избивал так жену, что девочка родилась с перебитыми перепонками. Как вы думаете, если бы это не христианская семья была и узнала вот такую информацию, что бы они сделали с такой девочкой? Для меня это абсолютный вопрос, тут в принципе нет вопроса. Они бы привезли ее, отдали обратно. Это инвалид, который не будет говорить. Но что они сделали, они стали на колени, стали молиться. Я не знаю механизм, как работает Бог. У него их миллионы. Но где-то в Германии одна церковь узнала об этой девочке. Я не знаю до сих пор как. Они собрали 120 тысяч евро и вживили натуральный имплантант. Этой девочке примерно 7 лет. Она очень хорошо рассказывает стихи в Доме Божьем и очень хорошо поет. А что бы было, если бы она не попала в хорошую христианскую семью? Бог говорит, чтобы не притесняли ни сироту, ни вдову. Очень серьезный текст, написанный в Висайи. Десятая глава, с 1 по 3 стих написано следующее. Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего. Чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Бог говорит, чтобы мы правильно судили. И те люди, которые у нас сегодня управляют страной, чтобы правильные законы издавали, чтобы поддерживали сироту и вдову. В 2004 году у нас был президент, помните, Ющенко. Он был хороший семьянин. И 1 июня празднует праздник. Какой, помните, братья и сестры? День защиты детей. И вот праздновали праздник. Тогда Ющенко было такое оттепель, даже в служении сиротам что-то начало, и как-то государство начало реагировать на эту проблему. Вы знаете, он приехал, собрались министры, заместители министров, все были красиво одеты, было торжественное собрание. И туда пригласили мальчика 12 лет, сироту из христианского приюта и директора христианского приюта. Им сказали, что по полчаса им дадут времени, они сделают доклад. Время шло, все выступали, министры выступали. Они друг другу рассказывали, как они помогают сиротам на Украине. Они хвалились перед друг другом. Знаете, время шло, и тот, кто был ведущим, он подходил периодически к директору, и к мальчику сказал, вы знаете, вам 15 минут, и вам 15 минут, время уже мало. Потом он подошел, вам 5 минут, и вам 5 минут. Потом он подошел к директору и сказал, вам вообще времени нет, а мальчику 2 минуты. Они забыли, что самым главным на этом торжестве был даже не президент, а мальчик, сирота 12 лет. Он вышел, он подготовил речь с листочками бумаги, он положил ее отдельно, посмотрел на всех и сказал, я хочу вам задать один вопрос, сказал он. Если бы к вам подошел сын президента и попросил, чтобы вы помогли, вы помогли или нет? Все дружно закивали головой. Он произнес, вы знаете, у меня нет папы президента, у меня вообще нет папы и нет мамы. Но я вас очень прошу, когда на ваш стол ляжет листочек бумаги, и вам нужно будет поставить подпись, и от этой подписи будет зависеть жизнь таких, как я, сирот на Украине, я вас очень прошу, перед тем, как поставить подпись, поднимите глаза в небо. Там мой отец, и каждому из вас придется встать перед ним и за каждую поставленную подпись на земле дать отчет. Ющенко поднялся, подошел, обнял и сказал, сынок, у тебя есть время, говори. И он еще много рассказал этим дядям, как на самом деле живут сироты на Украине. В притчах написано, открывай, 31 глава, 8 стих написано, открывай твою уста для безгласного и для защиты всех сирот. Бог хочет, чтобы мы защищали сироту. Вы знаете, как защитить сироту? Как меня мог защитить мой отец, если он был в Кривом Роге, я был в интернате? Как он мог меня защитить? Да никак. Чтобы сироту защитить, надо взять его на свою территорию. Чтобы видеть и контролировать, и видеть, как его живет, чтобы его никто не обидел. И пусть благословит нас Богу, чтобы наше сердце было такое, как у Иисуса Христа. Ведь идея усыновления принадлежит не нам, не людям, а Богу. Бог оставил небо, свой родной дом. Бог оставил Отца. Он сам осиротел. Он пришел на эту грешную землю. Он пришел к своим. Свои не приняли. И Он пришел к нам, интернатовским, и усыновил нас кровью Своею. И сегодня, если вы поедете в Израиль, к тому народу, который создал Бог мышцей своей крепкою, вы увидите, как они молятся. Они до сих пор сегодня молятся и говорят, Бог, говорят, наш Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова, наш Бог. А мы сегодня падаем на колени и говорим, Отец, Ава, Отче, Папочка, какая величайшая привилегия, которую нам дал Бог, который усыновил нас, неродных, приемных, и показал нам этот величайший пример. И сегодня на Украине я вас приглашаю, вот говорил уже брат Александр, я вас приглашаю не на велопробег, не переживайте, на велосипедах ехать не будете, на автопробег. Мы поедем на машинах в церкви нашего братства, нашего союза с посылом таким, чтобы люди узнали, что есть проблема, есть трагедия нашего народа. И вы знаете, когда мы прошлый автопробег провели, то в течение года только в наши христианские и баптистские семьи попало более 200 детей. И по факту, если так сказать честно, то получается мы закрыли один интернат. Скажите, стоит это делать или нет? Нет, я думаю, стоит. Мы потратили 25 тысяч долларов. Много? Да, много. Но один ребенок стоит в Америку для усыновления, усыновить одного ребенка обойдется в 25 тысяч долларов минимум. За 25 тысяч долларов 200 детей только за год попали в наши хорошие христианские семьи. И не на ветер теперь говорят это слово мама, а говорят действительно хорошей христианской семье и хорошей, прекрасной женщине, которая открыла свое сердце для этих сирот. Пусть благословит нас Бог. Я хотел в заключение прочитать и с вами помолиться один стих. Написано следующее. Послание Якова, 1 глава, 27 стих. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Здесь Бог дает эталон благочестия. Я думаю, каждый из нас желает жить благочестиво. Правда же, братья и сестры? Каждый из нас. Так вот, здесь Бог дает эталон этого благочестия. Говорит, самое чистое и самое непорочное, без изъяна, без недостатка благочестия, то есть благо, оно сложно составимое слово благочестие, да, благо и честь. Благо это самое лучшее, что мы можем сделать ближнему своему. И честь, и в этом то, что мы делаем, не приписывать себе какие-то заслуги, а воздавать честь Богу, потому что Бог сказал, без меня не можете делать в этом мире ничего. И вот Бог хочет, чтобы у нас было чистое и непорочное благочестие пред Богом, и Он ставит всего лишь два условия. Видеть проблему сироты и вдовы, участвовать в этой проблеме и хранить себя от грязи вот этого мира, от этой суеты и от греха. Я думаю, что когда-то я встал на колени и молился, и говорил, Господи, я много чего в христианской жизни своей делал, но Ты прости меня. В поле зрения моей христианской жизни не было ни сироты, ни вдовы. И извини меня, значит, у меня, получается, не было ни чистого, ни непорочного благочестия. Я хочу, чтобы оно было таким, которое есть у Тебя. Я благодарен Вам, я знаю, что Вы много делаете для сироты. И в той короткой информации, которую я получил, пусть Вас Бог благословит и воздаст. Я знаю, что Он воздаст, потому что быть по-другому не может Он отец в сироте. И тот, кто говорит или делает что-то для сироты, он будет иметь благословение в своей жизни, в своей семье и так далее. И я это испытываю, поверьте. И знаю, что я не достоин быть Сыном Божьим. По милости Его. Недостоин, но Он меня усыновил. И если бы не Он, я бы не примирился со своим зимным Отцом. И я бы не имел вот эту радость и надежду на встречу с Небесной. Я верю в то, что мы можем изменить ситуацию. Я верю, что из 104 тысячи сирот, которые есть на Украине, может вырасти 104 тысячи не бандитов, а воинов Христовых. Если бы я в это не верил, поверьте, я об этом никогда не занимался. И в 2013 году мы организовали отдел по работе с сиротами при нашем Союзе. И мы стараемся объединить все усилия, всех тех, кто что-то делает в этом служении, потому что в единстве сила. И знаете, есть математически простые расчеты. Более 30 тысяч церквей на Украине христианских. По три ребенка на церковь взять, и сирот нет на Украине. Это сложно? Нет. В чем проблема? У Бога? Да нет, у нас нечем поделиться. Борща, супчика дать? Да есть сегодня. Не надо прибедняться. Да непросто сегодня. Да гибнут люди. Да добавляются сироты. Но я благодарен Богу, что сегодня наше украинское братство, оно стало таким, которым должно было быть всегда. Проявлять милосердие, сострадание, милость, принимать странников, пришельцев. Проявлять милость и к вдове, и к сироте. Я благодарен Богу, что Бог даровал возможность быть вместе с вами и помолиться Богу. И поблагодарить Его в первую очередь, что мы не остались сиротами. Он нас усыновил. И Он сегодня хочет, чтобы мы были такими, как Он. Когда-то 12 человек перевернули все земли. Нас здесь даже не 12. Давайте я снова перевернем. Нашими молитвами, нашим служением, нашей живой верой. И я верю, что мы сможем сделать. Почему? Потому что Бог нам поможет. Почему? Потому что Он, Отец, сирот. Аминь. Помолимся.